Здравствуйте! В эфире МТРК, наша итоговая программа. Мы готовы вспомнить и оценить самые заметные события минувших семи дней. Меня зовут Ульяна Ашимова и смотрите сегодня в выпуске. С войны домой в наручниках свой приговор. Прежде примерный прихожанин местной мечети, а теперь участник террористических групп в Сирии выслушал спокойно, что так сильно меняет людей. Петропавловск прощается с чемпионом, спортсмен и боец спецназа Азамат Нурпиисов. Победителем останется в памяти всех, кто его знал. Коррупционные риски есть в каждом госоргане, но искать их у себя торопятся не все. В департаменте по делам госслужбы пока предупреждают и проводят показательный совет по этике. Сибирская язва в стране есть, но североказахстанцам не стоит беспокоиться. Специалисты заявляют, что оснований для этого нет, но сами при этом контроль усилили. Эта неделя началась с тревожных новостей, которые пришли из Алматы. В понедельник вооруженный человек, а сейчас всему Казахстану известно это имя, Руслан Куликбаев, убил и ранил нескольких полицейских. Хоронили погибших на этой неделе, за жизнь остальных медики продолжают бороться. Эта трагедия, конечно, нашла горячий отклик в сердцах всех казахстанцев. В четверг в Петропавловске сотрудники органов внутренних дел почтили минутой молчания память алматинских коллег. В областном центре рядом со зданием ДВД установлен памятник сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Именно туда несли цветы. Кроме того, североказахстанские полицейские приняли решение перечислить семьям погибших. Однодневный заработок удалось собрать около 7 миллионов сеньгер. На траурном митинге побывала Ирина Панфилова. 18 июля в Алматы при попытке захвата РУВД молодой Казалардинец открыл стрельбу. В перестрелке погибли шестеро человек, из них четверо полицейских. Вчера их проводили в последний путь. Сегодня память соотечественников почтили североказахстанцы. Возглавляют колонну школьники в руках ребят свечи – символ памяти о тех, кто ушел из жизни после страшных событий в Южной столице. Затем к памятнику погибшим при исполнении служебного долга идут представители общественности и полицейские. Каждый сотрудник с честью вынес свой долг. Он защитил и граждан, и свою родину. Каждый молодой сотрудник должен поступить. Они стали для нас примером. Хотелось бы, чтобы таких фактов больше в нашей стране не было. Мы будем на страже порядка. Одно за другим называют именно тех, кто погиб от рук террориста 18 июля. Это общее горе, говорят стражи порядка. Поэтому и помогают всем коллективам. Мы перечисляем однодневную заработную плату семьям сотрудников погибших при исполнении обязанностей служебных и сотрудников, получивших ранения. Наши ребята уже с утра сегодня сдают кровь в центре крови. Я думаю, наша та небольшая толика, которую мы вкладываем в это огромное дело, поможет всем раненым ребятам. Ну и в знак солидарности мы хотим сказать, что мы, полицейские, готовы в любую минуту встать на защиту простых граждан. Памятник постепенно утопает в цветах. Тех, кто ушел из жизни, исполняя служебный долг, почтили минутой молчания. Вся сторона наблюдала за событиями, которые стремительно развивались в южной столице 18 июля. Основная информация приходила из социальных сетей и в первые часы она была исключительно неофициальной от очевидцев. Тревожное предупреждение ДВД Алматы о введении красного уровня террористической угрозы и просьба не выходить на улицу вкупе с непроверенной и часто преувеличенной информацией из социальных сетей и мобильных мессенджеров о перестрелках в разных частях города, пожарах и взрывах в местах массового скопления людей породила панику. Спустя несколько часов появились официальные комментарии сначала от Департамента внутренних дел Алматы, а затем опубликовали видео заседания Совета безопасности, где главы МВД и КНБ докладывали президенту о ситуации. И стало известно, что весь этот ажиотаж – дело рук одного единственного Руслана Куликбаева, ранее дважды судимого. Кстати, сейчас его проверяют на причастность к еще четырем разбоям и двум грабежам. И как заявили в МВД свои немыслимые действия, алматинский стрелок объяснил жаждой мести правоохранительным органам. Алматинские события однозначно еще не квалифицировали. В отношении Куликбаева продолжаются досудебные расследования сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в их числе и пункт 2, часть 4, статьи 255, это акт терроризма. Сейчас уже стало известно из показаний супруги Куликбаева, что тот отличался неспокойным нравом и заставлял женщину носить хиджаб. Впрочем, во время обыска в алматинской квартире, которую снимал стрелок, никакой запрещенной в казахстане литературы не нашли. В общем, трактовать этот поступок исключительно как акт религиозного терроризма пока преждевременно, а уж причислять Куликбаева к салафитам, как это сделали некоторые, тем более. Но и исключать такой вариант тоже нельзя. И это очень тревожный знак вместе с недавними событиями в Ак-Тубе. Мир становится на удивление компактным. Религиозный экстремизм, терроризм, он уже не где-то далеко, он рядом. В нашей стране, в наших городах он уже убивает, угрожает безопасности и жизни. А источниками этой угрозы становятся не заезжие смертники, а граждане Казахстана, которые росли и учились в современных казахстанских реалиях. Кто бы мог подумать, что уроженец Булаева района Макжана Жумабаева, который всю жизнь прожил в северном Казахстане, на пятом десятке отправится в Сирию и будет воевать на стороне оппозиции, по его собственному признанию, помогая братьям-мусульманам. Во вторник в Петропавловске в городском суде огласили приговор Марату Умурзакову. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. Судью Умурзаков выслушал спокойно и даже разрешил снимать себя на видеокамеру. Из зала суда репортаж Ольги Файзулины. На скамье подсудимых Марату Умурзаков. Ему 47 лет. Холост. Четыре года назад под влиянием радикальных течений ислама он уехал в Сирию помогать оппозиции. Североказахстанец занимался разведкой и охраной территории, входящей в состав ИГИЛ от правительственных войск. По данным следствия, заступая на 10-дневное дежурство, он брал с собой автомат и четыре магазина патронов. Когда в 2014 году начались военные столкновения между силами ИГИЛ и Джейшхур, североказахстанец, опасаясь за свою жизнь, уехал в Турцию. Там спустя год его задержали полицейские. Не было регистрации. В январе 2016-го Умурзакова депортировали на родину. С этого времени он находился под следствием. Его обвиняли в преступлении по статье Уголовного кодекса «Участие в деятельности террористической группы или совершаемых ею актах терроризма». Умурзакова Марата Искингировича признак виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 233 прим. 2, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Адвокат с приговором не согласился. Говорит, подсудимый уезжал на заработки в Турцию, а религиозная литература, которую взяли в качестве доказательств, в Казахстане не запрещена. Мы не считаем, что доказательства того, что он участвовал в деятельности террористической группы, не представлены. Он отрицает факт нахождения в Сирии и участия в деятельности этих групп. Защитник Марата Умурзакова планирует оспорить приговор и подать апелляционную жалобу. По закону у него на это есть 15 дней. Признание адвоката Умурзакова нас немало удивило. Дело в том, что на стадии следствия тот дал подробные показания о том, как он попал в Турцию, а оттуда в Сирию. Оказывается, изучать Куран, читать намаз, он начал еще 9 лет назад в Петропавловске, а затем поехал на заработки в Алматы. Там познакомился с неким Кайратом. Вместе они пересекли казахстанско-киргизскую границу, добрались до Бишкека, а оттуда улетели в Стамбул. Оплачивал этот вояж тот самый Кайрат, а в Стамбуле их уже ждали другие кураторы, которые помогли им в обход пунктов пропуска перейти турецко-сирийскую границу. Умурзаков рассказывал следователям о том, как проходил подготовку на военной базе, как нес так называемый РИБАТ, это охрана условной границы войск ИГИЛ. При всем этом в Петропавловске Марату Мурзаков слыл прилежным мусульманинам и, по данным того же следствия, регулярно посещал старую мечеть, что на пересечении Жабаева и Сутюшева читал пятикратный намаз, как некоему Карату удалось убедить его поехать с ним в Сирию и воевать за ИГИЛ. О религиозной безопасности, о том, как не стать жертвой экстремистской организации, поговорим с гостем в студии, руководителем отдела Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Сергеем Викторовичем Могуновым. Сергей Викторович, здравствуйте, большое спасибо, что пришли. Ну вот, в первую очередь, вот в связи со всеми этими событиями, которые происходят, ну достаточно плотно и в нашей стране, и за рубежом, в Европе, ну в общем, и совсем уже близко с нами, хочется спросить, вот эти все проблемы, насаждение каких-то радикальных течений, вы не первый год работаете в этой теме, оно действительно стало больше, или это вот такой вот информационный шум, который создается некий ажиотаж, или это на самом деле объективно опасности стало больше в этом отношении? Да, действительно, собственно говоря, в последнее время мы сами-сами видим, что происходит, и в частности в нашей стране, и вот буквально трагические события в городе Октюбинске, буквально вот недавно вынесен приговор, да, одному из жителей нашей области за участие в террористической организации. Это как бы все говорит о том, что действительно вот эта вот, скажем так, зараза, да, идеологическая под названием экстремизм проникает и на нашу территорию, на территорию нашего государства, и на территорию нашей области, и, к сожалению, проникает в умы, в сознание нашей молодежи, наших детей, наших родственников, и неоднократно уже озвученные цифры о том, что в рядах исламского государства, когда льдаиша воюют сотни наших граждан, это тоже говорит о том, что действительно реальная угроза есть, и эта угроза, вот она рядом, буквально рядом с нами. И мы, естественно, должны все делать для того, чтобы эта зараза не проникала глубже, да, к нам, в наших государствах, в сознание нашей молодежи, в частности, и все абсолютно, и уполномоченные органы, и силовые структуры, и журналисты, да, и общественность в целом, мы должны вот объединиться и действительно предотвратить вот проникновение вот этих вот всех экстремистско-террористических идей. Знаете, вот мы, конечно, говорим о том, что мир стал компактным, границы практически стираются, но до последнего момента как-то хотелось верить, что вот наша североказахстанская область, она, ну, в этом отношении относительно благополучна. Как-то у нас принято, что больше религиозных, радикальных течений как-то на юге, но вот опять же последние события показывают, что это действительно не так. Вот вы проводите анализ, может быть, в разрезе республики. Можно ли считать, что наш регион каким-то островком стабильности, что, ну, мы, может быть, даже территориально гораздо более защищены, чем, ну, остальные регионы нашей страны? Безусловно, на фоне вот религиозной ситуации в стране наша область, конечно, в этом плане сильно отличается, и действительно в нашей области ситуация достаточно стабильная. У нас действительно существует межконфессиональное согласие, осуществляется межконфессиональный диалог. Но сказать о том, что мы же вот не можем жить в отрыве от всего происходящего, конечно, в связи вот с этими процессами глобализации и интеграции, плюс интернет, сами понимаете, никто не застрахован, и, в частности, наверное, ни один населенный пункт, да, ни один гражданин даже не то, что нашей республики, а даже, не знаю, живущий где-нибудь в середине, там, Африки, да, в сердце Африки, никто не может дать гарантии, что он не будет завербован, да, или не попадет под влияние каких-то экстремистских сил. И в этом отношении, конечно, есть у нас информация о том, что, к сожалению, на территории нашей области есть вербовщики, которые занимаются вербовкой в новые, так сказать, религиозные организации, которые на самом деле, даже не религиозные, а псевдорелигиозные, которые просто-напросто, прикрываясь религией, на самом деле, преследуют какие-то свои, зачастую очень корыстные цели, либо превратить людей просто-напросто в марионеток, либо достижение каких-то своих амбициозных задач, да, либо просто наживо. А откуда они появляются, эти вербовщики? Вербовщики, у них задача такая, понимаете, вовлекать в свои ряды новых людей. В основном, конечно, истоки, да, или причины всего этого происходящего нужно искать, конечно, в 90-х годах, когда было относительно либеральное законодательство, когда, по большому счету, мы взяли курс на демократизацию, на либерализацию всех сфер общественной жизни, в том числе и религиозной. И в этом плане, конечно, еще раз говорю, а достаточно либеральное законодательство позволило тому, что со всех буквально уголков мира, это из Ближнего Востока, из Европы, из Кореи, из Северной Америки, к нам пошел большой наплыв миссионеров, которые здесь удалось им, в общем-то, закрепиться, благодаря очень серьезной финансовой поддержке. Ну и плюс к тому же нужно, опять же, сказать, что, наверное, засилие советской власти и отношение к религии в советской власти тоже сыграло определенную роль. И традиционные конфессии, которые были представлены на нашей территории, они просто были настолько слабы, настолько слабы, причем и в экономических, и в кадровых вопросах, что они просто не смогли дать достойный, именно достойный идеологический отпор вот этому вот наплыву миссионеров. Вы говорите, у вас есть информация, что в регионе работают вербовщики. Мы понимаем, что существует Комитет национальной безопасности, правоохранительные органы полиции, прокуратура занимается этим, ваше государственное учреждение. Но, тем не менее, громких задержаний, громких выявлений до сих пор нет. Вот с чем вы это связываете? Понимаете, здесь мы часто затрагиваем эту тему, и мы здесь сталкиваемся с таким, наверное, не совсем негативным явлением, с нашей ментальностью, я бы так сказал. Мы зачастую сталкиваемся с фактами, что мы видим, что человек, допустим, пристает на улице к другому человеку, пытаясь с ним заговорить о Боге, пригласить его на какое-то там собрание, но мы просто проходим мимо и делаем вид, что это нас не касается. К сожалению, таких случаев очень много. Нам без конца, мы проводим же информационно-разъяснительные мероприятия, мы без конца встречаемся с населением и бесконечно слышим о том, что где-то, кому-то, либо по квартирам ходили, к ним заходили, либо где-то на улице, либо где-то в каком-то общественном месте, либо в магазине, либо в парикмахерской. Предлагают заговорить о Боге, естественно, это как некая такая преамбула, сами понимаете, куда дальше разговор, как говорится, выводит. Но, опять же, серьезных заявлений о том, что действительно кто-то пытался меня там завербовать и так далее, от граждан наших нет. Это очень такая проблема, это, наверное, можно сказать, слабая какая-то гражданская позиция. Некоторые воспринимают вообще вот сам факт поставить в известность участкового, вызвать участкового, как некое стукачество, доносительство. Да, мы с этим пытаемся бороться на идеологическом уровне, пытаемся разъяснять, что, извините меня, вот вы пройдете мимо, второй человек пройдет мимо, а ваш ребенок вдруг не пройдет мимо. Но, к сожалению, есть определенные сдвиги, да, у нас есть телефон доверия, нам начинают люди звонить, но пока еще это проблема. Ну, я думаю, что здесь очень важно и нужна проследительская работа, потому что, на самом деле, отличить истинный ислам от так называемых псевдорелигиозных течений, о которых мы с вами говорим, это нужно знать, чем одно другого отличается прежде всего. И вот если говорить о вот этой вот религиозной грамотности, пресловутой нашего населения с советскими корнями, вот она какая сейчас? На каком уровне эта грамотность находится? Она повышается? Или, наоборот, существует очень много заблуждений в связи с тем, что насаждается очень много информации со стороны тех же самых социальных сетей, интернета и так далее? То есть вот что сейчас известно людям, обывателям о религии? В частности, наш Центр анализа и развития межконфессиональных отношений занимается мониторингом религиозной ситуации. И в частности, у нас есть отдел, который, собственно говоря, этими вещами и занимается. И мы постоянно мониторим религиозную ситуацию посредством проведения социологических исследований. И в частности, вот по итогам исследований за второй квартал мы опять же констатируем интересные такие моменты, что уровень религиозности нашего общества достаточно высок. То есть, собственно говоря, эта цифра всегда за 90% у нас. То есть более 9 из 10 североказахстанцев считают себя человеком верующим. Но при этом, опять же, уровень религиозной грамотности при этом остается достаточно низким. В частности, на вопрос, который мы предлагаем ответить респондентам, насколько вы вообще знаете о своей вере, я вам скажу, очень интересная цифра получается. 7% людей, которые ответили, что они верующие, ответили на вопрос, насколько вы знаете о своей религии, ответили, что они знают, что они обладают высоким уровнем знаний. Всего 7%. 7%. Подавляющее большинство отвечает, что либо удовлетворительный уровень знаний, либо вообще знания отсутствуют. Как правило, и опять же, в ходе общения, встреч с населением мы и наблюдаем, да, и констатируем, что да, к сожалению, уровень знаний о религии очень поверхностных, очень поверхностных, и, к сожалению, причем не только о других религиях, но в том числе и о своей вере, понимаете, что самое интересное. А когда знания поверхностные, когда их практически нет, то вы сами понимаете, что это создает как раз ту самую благоприятную почву для вот этих вот самых вербовщиков, которые сознательно, зная о незнании каких-то элементарных вещей, людьми просто их под видом религии и просто уводят в другое, не туда, что направление. Вот, кстати, вот говоря о религиозной безграмотности, буквально живой пример у нас буквально 23 июня состоялся суд, и господина Убакирова, суд вынес господину Убакирову взыскание в виде штрафа в размере 50-месячных расчетных показателей за незаконное распространение религиозной литературы в мобильном приложении WhatsApp. И просто в ходе досудебных разбирательств выяснилось просто, что данный господин, распространяя литературу религиозной, просто элементарно не знал о том, что этого делать нельзя. И что он нарушает статью 9 закона о религиозной деятельности религиозных объединений. И в частности, опять же, проводя социологическое исследование, мы также фиксируем, что помимо религиозной грамотности, проблем с религиозной грамотностью, у нас также существуют и проблемы с уровнем правовой грамотности. И в частности, вот задача нашего центра как раз заключается в том, чтобы действительно доводить до населения информацию о законодательстве нашей республики в религиозной сфере и о изменениях в нем. Если вернуться к этому случаю, я имею в виду приговор, который состоялся во вторник в Петропавловске, вот судя из показаний Мурзакова, которыми мы располагаем, эти показания он дал во время следствия, и там он рассказывал, что 8 лет почти он посещал традиционную мечеть нашу, которая находится, вот старая мечеть на пересечении Жабаева и Сутюшева. Он встал на пятикратный намаз. То есть это был человек глубоко религиозный, причем религиозный в традиционном исламе. И как могло такое произойти, что человек, уехав из Петропавловска, так легко попадает под влияние, ну так скажем, псевдорелигиозных течений, насколько много ислама в Игиле, конечно, сейчас дискутировать сложно, но тем не менее он туда попадает, будучи достаточно хорошо осведомленным о своей вере. Вот в чем причина, вот вы думаете, как? Вы, собственно говоря, сами на него ответили. Зачастую, зачастую люди попадают под влияние псевдорелигиозных организаций, когда они попадают в инокультурную среду. То есть она, когда они, допустим, покидают свой дом, семью, уезжают учиться, допустим, в другой регион, в другое государство, возможно, в другой город. И когда, ну, сами понимаете, наша жизнь, она же черно-белая, да, не бывает такое, что есть белые полосы, да. Естественно, что вот если человек попадает в какую-то такую ситуацию неприятную, у него негативный фон, да, скажем так, эмоциональный, и он в отрыве от своей семьи, которая не может ему помочь, там, элементарно, то очень легко, вот как раз вербовщики, они, у них профессиональный, как говорится, нюх на такие дела, они таких людей видят, которые находятся, скажем так, в одиночестве, просто в нужный момент подходят, оказывают какую-то психологическую, в основном, эмоциональную, возможно, и финансовую, кстати, помощь. И поэтому я думаю, что вот в этом случае речь идет как раз, причина основная в том, что человек покинул, вот наш город, да, вырвался из окружения своей семьи, попал под влияние каких-то новых, якобы, наверное, друзей, которые, собственно говоря, вот и дружба с которыми привела вот к таким вот печальным последствиям. Не знаю, насколько можно давать в данном случае какие-то универсальные рецепты, потому что мы понимаем, что вербовщики эти, они достаточно сильные, большие профессионалы в своем деле, увы. Но вот ваши такие, может быть, краткие советы, как отличить человека, который действительно проповедует какие-то добрые принципы, от человека, который хочет, ну, использовать тебя в каких-то своих целях, прикрываясь при том какими-то религиозными постулатами. К сожалению, мы вот непосредственно, если уже начался контакт, да, с этим человеком, то навряд ли вы сможете определить сразу с первого раза, потому что профессиональные, опять же, вербовщики, то есть люди, которые занимаются именно тем, чтобы вот вовлечь в свои ряды новых людей, они все очень делают грамотно, с психологической точки зрения, с точки зрения контакта, коммуникации, и навряд ли здесь человек, ну, скажем так, сможет сразу сориентироваться. Если бы было все так просто, не вербовали бы людей, понимаете? Здесь главное, это чтобы родственники, да, или вот те люди, которые окружают этого человека, чтобы они вовремя среагировали, потому что зачастую, да не зачастую, а всегда так получается, что человек, который попадает под влияние, он вплоть даже до последнего не понимает, куда он попал, и что с ним вообще происходит. Тревогу в основном начинает бить кто? Родственники, друзья, коллеги по работе. И вот здесь как раз наша с вами задача, мы постоянно об этом говорим, чтобы мы были более внимательны к окружающим нас людям. Если мы видим, что в человеке начинают происходить какие-то изменения, да, что он стал более замкнут, что он там, допустим, бросил какие-то вредные привычки, стал больше говорить на духовные какие-то темы, стал, допустим, посещать какие-то странные, просто куда-то уходит, кого-то там посещает, у него появились какие-то новые друзья, допустим, подозрительные, да, или у него появилась какая-то странная литература. То есть вот как раз позиция родственников, друзей должна быть такова, что вы должны обратиться за профессиональной помощью. Да, не обязательно это к силовым структурам, допустим, вот для этого и мы есть наш центр. Можете позвонить к нам на телефон доверия, да, прийти к нам, проконсультироваться, как себя вести в такой ситуации. Вот, то есть здесь должна быть именно активная позиция общества, да, вот окружающих, вот, вот, окружающих людей, тех, кто попал под влияние, вот таких вот, скажем так, вербовщиков. Потому что, еще раз говорю, сами люди, как правило, этого не понимают и не различат. Хоть мы и говорим, вы должны прекрасно понимать, что мы сейчас живем в такое время, что никто никого так просто никуда не приглашает, никто никому так просто не помогает. Вы понимаете, мы это говорим, да, мы все это понимаем, но когда речь непосредственно уже идет, вот, когда начинается контакт, когда действительно включаются все профессиональные навыки, то здесь люди обо всем забывают. И в дом приглашают, и чаем поят, потому что одно дело говорить с этим человеком-свербовщиком, а другое дело запустить его в дом. Понимаете, насколько вы открываетесь для него, фактически говоря ему «Welcome, пожалуйста, забирай мою душу, забирай мое сознание». Большое вам спасибо, Сергей Викторович, за такой подробный рассказ. Я думаю, что и это тоже, может быть, кому-то поможет, но вообще на самом деле, как мы все понимаем, что нужно быть бедительными, потому что вот на самом деле сейчас ситуация действительно непростая. Не нужно говорить, что нет, неправда, у нас все хорошо, это вот какой-то ненужный ажиотаж. То есть это не так, на самом деле все достаточно серьезно. Мы продолжаем программу. На этой неделе, во вторник, не стало серебряного призера чемпионата мира, чемпиона Азии по кикбоксингу, мастера спорта международного класса, нашего земляка Азамата Нурпиисова. 27-летний спортсмен больше года боролся с тяжелой болезнью. Прошлым летом у него диагностировали рак легких четвертой степени. Средства на лечение в корейской клинике собирали всем миром. Активно подключились именитые спортсмены и артисты Казахстана. Все это время Азамата поддерживала семья. У него остался маленький сын. А в четверг в Петропавловске прощались со спортсменом и офицером Азамата Нурпиисова. Шесть лет назад он закончил военный институт в Петропавловске. Служил в группе специального назначения «Беркут». На гражданской панихиде о капитане Нурпиисове говорили не только как о прославленном спортсмене, но и как об офицере, который мечтал достичь высшей награды спецназа – крапового берета. Рассказывает Ирина Панфилова. Таким волевым и упорным, но всегда запомнит Азамата Нурпиисова, наша страна. Десятки боев на республиканских и международных аренах, множество побед. Не смог выиграть Азамат только один, самый главный бой в его жизни – бой со смертью. У капитана остались жена и маленький сын. «Мягкий по характеру. И любимчик матери. Он на меня похож. И всегда мать хвалилась. Как он по службе рос, надеялся. Уже предопределилась новая должность в другом городе. Уже надеялся. В это время как раз все и случилось». Рак легких четвертой степени. Такой страшный диагноз Азамату поставили в августе 2015-го. С тяжелой болезнью спортсмен боролся почти год. Средства на лечение собирали всей страной. После длительного курса, пройденного в Корее, была уверенность – Азамат непременно поправится. Однако силы оказались неравны. Рак победил. Азамат был очень добродушным человеком. Всегда отзывался. Все в нем было. Он был свет, наверное. В последний путь мастера спорта международного класса провожали от дома. Фотографии с черной рамкой, награды и кубки Азамата. С 27 лет наш земляк многого добился и в спорте, и в военной карьере. В знак памяти и скорби коллеги капитана организовали живой коридор. Желающих проститься с Азаматом было несколько сотен человек. Это самый был добросовестный офицер, самый порядочный. На таких людей, как Азамат, надо равняться. Вне столько своих побед, столько труда, что достойно большого уважения. Пускай земля будет пухом. Азамат был очень талантливым спортсменом. Мы все им гордились. А еще он был очень надежным другом. Мы искренне верили, что он поправится, но болезнь оказалась сильнее. Мы никогда его не забудем. Соболезнование родным Азамата Нурпиисова выразила Кимобласть. И уход именитого спортсмена – невосполнимая утрата для всего Казахстана, отметил Ерик Султанов. Азамата Нурпиисова знали не только в нашей стране, но во всем мире. Его всегда отличали принципиальность, честность, порядочность, целеустремленность. Он всегда боролся и защищал честь не только нашей области, но всей нашей страны. Его яркие победы подвигнули нашу молодежь Ерико-Астанскую область заниматься спортом. Светлая и добрая память о нашем земляке Азамате навсегда сохранится в наших сердцах. Азамат был яркой звездой на мировой спортивной арене. В 2007 году в составе сборной нашей области по боксу он занял второе место среди молодежи. В 2009 году в Италии на чемпионате мира по кикбоксингу взял серебро. Спустя четыре года повторил свой успех в Турции. В 2012 завоевал первое место на чемпионате Азии в Индии. Сегодня ему посмертно вручили краповый берет. Редакция муниципального телерадиоканала выражает искренние соболезнования родным и близким Азамата Нурпиисова. Это большая потеря для казахстанского спорта. Мы будем помнить волю к победе, целеустремленность и любовь к жизни, которую Азамат Нурпиисов демонстрировал всегда и до последних дней. Вы смотрите итоговую программу МТРК. На этой неделе сразу несколько инфоповодов представили нам возможность обсудить тему качества работы североказахстанских госслужащих. В понедельник состоялся очередной совет по этике. Только на сей раз он, вопреки обыкновению, прошел при полном аншлаге, то есть при полном зале чиновников собрали со всей области. И на понедельник же в Департаменте по делам государственной службы назначили проведение конференции на тему модели казахстанской госслужбы и соблюдения служебной этики. Не случайно эти два события в один день. Участники конференции, в том числе и из районных государственных органов, стали свидетелями того, как Совет по этике выносит судьбоносные для карьеры чиновников решения, как говорится, чтобы никому не повадно было. Основная цель – это разъяснительная работа и профилактика правонарушений. Для нас важно, чтобы государственные служащие не допускали различного рода правонарушений, чтобы, конечно же, государственные служащие ни в коем случае не допускали нарушения норм этики и морали. Правила служебной этики, впрочем, не сильно отличаются от общепринятых этических норм, но вместе с тем у госслужащих существует свод специфических правил и регламентов. Кстати, некоторые из них таят в себе так называемые коррупционные риски. Это новый термин, который сформулировал недавно принятый закон о противодействии коррупции. В связи с этим госорганы должны были провести анализ и выявить у себя эти самые коррупционные риски. Но, как отметили сотрудники Департамента по делам госслужбы, большинство формально подошли к исполнению этого задания. В области 541 госучреждения и анализ провели всего в 39. Большая часть вместо отдельных справок прислали в Департамент отписки, загроможденные данными, не имеющими отношения к анализу. В Департаменте решили дать госорганам еще один шанс, но потом уже обещают наказывать руководителей в первую очередь. Вместе с этим отдел Департамента по госслужбе сам регулярно проводит такой анализ в разных отделах и управлениях. Целый список рекомендаций разработан уже для отделов ЖКХ и строительства, для дорожников. На последнем заседании Совета по этике представили анализ работы отдела занятости и социальных программ. Ирина Панфилова с подробностями. Сначала в итогах внешнего анализа коррупционных рисков в городском отделе занятости и соцпрограмм. Здесь есть недоработки. Не везде установлены пандусы, плохо обновляется электронная база обращений граждан, а в жилищную комиссию не включены представители общественности. Всего специалисты Департамента внесли руководству ведомства 54 рекомендации. Председатель Совета Галым Турсунбаев интересовался у работников отдела занятости, в чем причина большой текучести кадров. Анализ показывает, что за 2015 и первые полугодия практически, да, 2016 года из отдела было уволено 20 человек. При этом штатная численность государственных учреждений составляет 40, да, у вас? 39 человек. 39 человек. Ну, то есть, получается, за полтора года более половины ваших сотрудников по тем или иным причинам уволиваются. Чем вы можете объяснить? В основном, из-за большой новости. Получается, у нас даже есть специалисты, на которых 4 государственных услуги находятся в день. Минимум у нас приходят более 100 с лишним человек в месяц от 10 до 12 тысяч. Недоработки члены Совета поэтики рекомендовали исправить. Большую критики подвергли поведение госслужащих, которые появлялись в общественных местах в нетрезвом виде. А один чиновник в состоянии алкогольного опьянения еще и сел за руль. Я вообще считаю, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, оно должно нести уголовное наказание. Это не просто этический кодекс, да, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это вопиющий факт. Мы сегодня дисциплинарные дела в отношении вас не возглавляем, только потому, что Совет поэтики не рассматривает дисциплинарных дел в отношении вашей категории. На Совете заверили, без наказания виновные не останутся. Жесткие меры ждут и тех, кто прогуливает курсы повышения квалификации. В случае пропуска двух занятий без уважительной причины, госслужащий будет отстранен от учебы, а деньги за обучение вычтены из его зарплаты. В свое оправдание, они говорят, курсы пропускают из руководителей. Важно, чтобы подчиненных отпускали на занятия, говорят в департаменте. Рассмотрели на заседании Совета и два дисциплинарных дела. Первое в отношении заместителя руководителя городского отдела образования Татьяны Протопоповой. 7 апреля были подготовлены письма о перенаправлении данного запроса по делу занятия социальной программы города Татьяны Протопоповского управления образования и уведомления заявителей. Вместе с тем, данные письма описать там не были доставлены и, соответственно, уведомления заявителей не было врученого. Мы предполагали, что Управление образования запросит с нас эту информацию, и мы им предоставим. Двухдневный срок я подготовила заявителей, не нарушая закон. Другое дело, что где-то чего-то было нарушено, какая-то цепочка. За четыре года работы на госслужбе правонарушение Татьяна Протопопова совершила впервые, поэтому члены совета рекомендовали внести ей замечание. Что касается второй госслужащей, дело в отношении Дины Садиковой разбирать не стали и отложили до следующего заседания. На совет руководитель земельных отношений Козылжарского района не явилась, сославшись на больничный. Причем уже во второй раз. В случае, если документа не будет, специалиста ждет увольнение, резюмировал Галым Турсунбаев. Вообще, судя по информации, которую озвучили на заседании совета, госслужащие в Североказахстанской области свое гордое звание порочат регулярно. К примеру, сотрудники областного департамента по делам госслужбы вместе с полицией отправились в рейд искать чиновников, которые во внеурочное время пользуются своими служебными автомобилями. Выявили целых два факта, остальные, стало быть, по делам государственным катаются. Некоторые североказахстанские чиновники совсем не желают экономить бюджетные деньги. Районный лесхоз, к примеру, собирался купить квадрокоптер за 1 миллион 200 тысяч тенге. Между тем, красная цена такой модели на рынке чуть дороже 300 тысяч. Главный врач одной районной больницы собрался прикупить себе служебный, дальше цитата, семейный автомобиль большой вместимости за 6,5 миллионов тенге. Шикануть, правда, не получилось. Конкурс вовремя обнаружили сотрудники департамента по делам госслужбы и отменили. Кстати, на этой неделе в Астане состоялось расширенное заседание Министерства по делам госслужбы, и там озвучили своеобразный рейтинг самых коррумпированных государственных органов. По оценке зампредседателя Национального бюро по противодействию коррупции Долгата Татубаева, наиболее подверженными этому злу являются Акиматы. Следующие в рейтинге органы внутренних дел, затем подразделения Министерства сельского хозяйства, здравоохранения, квази-государственный сектор и Комитет государственных доходов. Инфоповоды один за другим появляются в разных регионах страны. В нашей области тоже один был буквально на этой неделе, в тот самый понедельник, когда в залах здания областного Маслихата рассуждали о кодексе чести и служебной этике госслужащего, неподалеку сотрудники НАЦБюро проводили задержание троих чиновников. Руководители областной карантинной лаборатории Толосбаева, руководителя Петропавловской городской терринспекции комитета госинспекции в аграрном комплексе Садвакасова и госинспектора по карантину растения областной территориальной инспекции Усатенко. По данным антикоррупционной службы, эта троица по предварительному сговору получила 70 тысяч тенге от директора одного СТО. Это была только часть средств, запрошенных ими за выдачу фитосанитарного заключения и оказание покровительства в осуществлении предпринимательской деятельности по импорту голландских цветов и скоропортящейся сельхозпродукции. В этот же день Толосбаев из адвокатов были выдворены в изолятор временного содержания УВД Петропавловска. Вообще Департамент по делам госслужбы на уходящей неделе не сходил с повестки дня. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что встреча в спецсоне – это инициатива Департамента внутренних дел. Цель этого диалога – улучшить качество своих услуг. Сейчас, оказывается, существует немало проблем. Например, отсутствие интеграции информационных систем ЦОНА с системами судебных исполнителей, государственных доходов. До чего договорились в итоге, расскажет Александра Солмина. Представители спецсона, Министерство госслужбы и стражи порядка – все они давно работают слаженно. Есть чем похвастать, говорят участники встречи. К примеру, с момента открытия центра здесь оказали 72,5 тысячи услуг. За два года зарегистрировали больше 27 тысяч автомобилей. С учета сняли порядка 20 тысяч. Провели столько же экзаменов. Выдали почти 26 тысяч комплектов номерных знаков. Свои первые водительские удостоверения получили 2 тысячи североказахстанцев. Стартовал пилотный проект по всей Республике Казахстан всех спецсонок – оказание услуг по регистрации и перерегистрации автотранспорта. Если раньше время занимало оказание услуги 2 часа, на сегодняшний день время оказания именно постановки и снятия автотранспорта занимает не более часа. Запустили его 6 июня. Проект себя зарекомендовал. У такого сотрудничества немало перспектив. Говорят участники встречи. Предлагают конкретные идеи. Существует проблема наложения арестов. На сегодняшний день эта переписка идет в течение 10-15 дней. Это согласно законодательству. Мы сейчас хотим предложить, чтобы на базе ЦОНа рассмотреть, то есть в режиме онлайна, да, или чтобы сотрудники судебных исполнителей здесь находились, или подключили эти базы, да, как-то выйти из этого положения, потому что людям это очень неудобно. И еще одно пожелание от полицейских. При выдаче документов на оружие нужно усилить контроль. А теперь ответственный момент. Стороны подписывают меморандум о сотрудничестве. Такой документ действовал и раньше, но сегодня его продлили. К слову, положительная сторона взаимодействия этих организаций – не только скорость и удобство. Так до минимума исключается факт коррупционных нарушений. В завершение встречи полицейским и тем, кто внес вклад в продуктивную работу ведомства, вручили грамоты и благодарственные письма. И в заключении на этой неделе возобновили брифинги в региональной службе центральных коммуникаций. Повод весьма серьезный. Санитарные врачи высказались насчет ситуации с сибирской язвой. За последние дни пришло сразу несколько сообщений о гибели людей от сибирской язвы. В разных областях Казахстана местные ветеринары и эпидемиологи поспешили североказахстанцев успокоить. Но сами меж тем контроль на всех стадиях содержания, убоя скота и реализации мяса усилили. Ирина Панфилова о том, где нужно покупать мясо, как его правильно готовить, чтобы остаться живым и здоровым. Этим летом вспышки сибирской язвы были зарегистрированы в четырех областях Казахстана. Заразились 16 человек, из них трое умерли. Что касается нашего региона, последний раз случаи заболевания были выявлены более 20 лет назад. В Северном Казахстане сегодня усилен контроль за реализацией мясной продукции. Активизирована профилактическая работа. Мониторинг в торговых точках, где продают мясо, ведется ежедневно. Об этом на брифинге говорят ветврачи. Убой только производится на убойных объектах и после этого выписывается ветеринарный сопроводительный документ. В случае, если убой производится подворно, задерживается данная туша, после чего мясо идет только на реализацию переработки. Однако работы только вед врачей недостаточно. Важно, чтобы люди сами позаботились о своем здоровье, соблюдали меры безопасности. Не пасли скот вблизи захоронений больных животных, а их в регионе 161, в том числе 10 стационарно-неблагополучных пунктов. Не покупали продукцию с рук или в местах стихийной торговли. Тем более, что на глаз отличить качественный кусок мяса от зараженного невозможно, говорят специалисты. Регитативная форма сибирской язвы гибнет при кипячении мгновенно. Это спора, когда уже идет спор образования, тогда она может в почве быть десятками лет. Но еще раз повторяю, даже соседка вам предлагает, очень важно, чтобы не брали это мясо. И очень важно, чтобы население перед тем, как решиться убить на мясо какое-то животное, должно проинформировать нашего врача. Сейчас они есть в каждом сельском округе. Между тем, наш блицопрос показал, что не все североказахстанцы придают серьезное значение мерам предосторожности. Мясо постоянно беру с деревни, у знакомых или же у родственников. Я на базаре никогда не хожу на мясо. Голубой рынок вот тут. Я оттуда беру постоянно. Документы не потребую, но я уверен, что хорошее, качественное мясо. О первых симптомах сибирской язвы на брифинге говорят эпидемиологи. Поводом для обращения за медпомощью должны стать внезапное увеличение лимфоузлов, головная боль и сонливость. Сибирская язва – это заболевание, которое относится к группе особо опасных инфекций. Естественно, если своевременно не принимать соответствующие меры, оно лечет за собой очень тяжелые последствия вплоть до летальных исходов. Установлено, что во всех случаях заражение людей источником инфекции являлся больной скот. Причина заражения – это участие в заблуде животных без ветеринарного свидетельства. Сегодня в Североказахстанской области помимо сибирской язвы проверяют скоты на другие инфекции. С начала года выявили около 530 голов КРС, зараженных бруцеллезом. Все больные животные уничтожены. Для этого в регионе функционируют 142 объекта для убоя. Всего с начала года ветврачи выявили порядка 390 нарушений законодательства. Общая сумма штрафов составила 2 миллиона 600 тысяч тенге. Сибирская язва, конечно, очень серьезна. Каждый случай – это уже внештатная ситуация. А вот многочисленные кишечные инфекции не так опасны, но тоже очень неприятны. И лето для них самое время. В этом сезоне инфекцию обнаружили уже у полусотни североказахстанцев, и это немного. Кстати, с начала лета в местах детского отдыха действует двухмесячник по борьбе с кишечными инфекциями. Это реакция на прошлогоднюю вспышку дизентерии в одном из лагерей. Сразу несколько госорганов контролируют качество питания и воды. Ну и, конечно, дают рекомендации населению. Овощи, фрукты обязательно надо мыть под проточной водой. Раз. Яйцо тоже надо мыть с мылом. Яйца обязательно. С губкой, с мылом помыть как следует. Потом все это отдать кипятком. Тогда где-то будет гарантия, что, возможно, снизится количество бактерий. Не устают предостерегать и спасатели. С начала года в нашей области утонули 13 человек, пятеро из них дети. На этой неделе двое. Все несчастные случаи произошли там, где поблизости не было спасателей. То есть на необорудованных пляжах. Это, кстати, большая проблема для Петропавловской жителей районов области. Пляжи можно перечитать по пальцам, а вот мест стихийного отдыха сотни. И никто не может гарантировать там спокойное течение, отсутствие воронок, подводных коряг и, самое главное, оперативную помощь утопающим. Последнее, кстати, далеко не на всех оборудованных пляжах есть. Организовать работу спасателей обязан каждый арендатор, но делают это единицы. На сей раз спасатели на свой традиционный брифинг пригласили и врачей скорой помощи. Медики рассказывали, как правильно вести себя на воде в условиях, когда рядом нет специалиста, а отдых предполагается на стихийном пляже. Эти знания могут спасти жизнь. Их в точности записала Ольга Файзулина. В нашем регионе за неделю утонули двое человек. Они плавали в реке в Есельском районе. Один случай произошел около села Миктеп. Там гость из Астаны не справился с течением. Его искали пять дней, нашли ниже по течению на семь километров. Второй случай, ну это у нас, получается, его никто не видел. На воде переходил человек в Брод. Это Есельский район, село Ильинка. Но пока милиция производила свои разыскные мероприятия, значит, нам всегда поступил. Уже спустя три дня спасатели выехали, конечно, и уже обнаружили, скажем так, в течение трех часов. Впервые в брифинге участвовали врачи скорой помощи. Сейсидин Абдурахманов посоветовал дыхающим не впадать в панику в случае ЧАЭС на воде. В результате страха смерти возникает психическое возбуждение, вследствие чего идет непроизвольное вдохе под водой. И вода в большом количестве поступает в легкие. Вследствие чего происходит потеря сознания и остановка дыхания. Еще несколько минут после этого сердце продолжает биться, говорят врачи. А значит, спасти человека еще можно. За время работы в Петропавловске Сейсидин Абдурахманов дважды спасал утопающих. Нередко причиной гибели на воде становится алкогольное опьянение. Поэтому сотрудники ДЧС объединились с полицейскими и проводят совместные рейды по городским пляжам. Время периода работы пляжа, то есть это у нас с утра с 11 и до 21. Ну, как правило, наша вся молодежь, особенно в выходные дни, после гуляния в ночных заведениях, едут на пляж, дальше продолжать. Сумма штрафа там на физических лиц до 7 МРП. По словам специалистов, все пляжи, а их в нашем регионе 38, должны быть оборудованы постами, на которых есть спасатели. Это обязанность арендатора. Однако обучение прошли пока только два человека. Они работают на базе отдыха, расположенной на озере Тарангул. За несоблюдение закона арендаторам грозит штраф от 21 до 126 тысяч тенге. Отдыхайте с пользой и для здоровья. Мы продолжаем находить для вас самые интересные и самые важные новости, чтобы каждый день держать в курсе. А 7 дней спустя подвести итоги. Оставайтесь на МТРК. Новости будут и пусть больше будет хороших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова